Ариан Ирмалаев, член Союза дизайнеров России, автор множества проектов, в том числе по зажжению огня «Игр дети Азии» на озере Сайсары, автор мемориального памятника Платону Аюмскому, выставок Якутии в Экспо-2005 в городе Сайтама, Япония и в Экспо-2010 в китайском городе Шанхай. Автор концепции и руководитель проектов «Дней республики Саха-Якутия» в Москве и Санкт-Петербурге, автор концепции церемонии открытия и закрытия «Игр дети Азии». Основоположник и автор концепции дизайн-образования на территории Якутии. Автор дизайн пространства арктической школы, инициатор визуальной знаковой идентификации территории и событий региона. Ариан Ирманович, предмет нашего разговора – дизайн, изобразительное искусство, театр. Я предлагаю говорить на русском языке, поскольку более будет, как бы сказать, компактнее разговор. Но самое главное, я-то хорошо знаю, что вы с детства в совершенстве владеете якутским языком. А самое интересное, я в свое время узнал, что Алтан Сарын – это ваш дядя, наверное, да? Алтан Сарын – это родственник тогда. Когда я первый раз встретился с вами, то для меня это было интересным событием, то, что я впервые узнал такое понятие, как дизайн. Ну, узнал о том, что Ариан Ирманович Малаев – такой есть молодой человек, который закончил Красноярский институт тогда. Факультет ДПИ – декоративно-прикладное искусство. Нас называли художник-конструктор или модельер там. Это отдельно. Потом, значит, называлась это еще техническая эстетика. В принципе, люди занимались одним и тем же, но была терминологическая путаница. В дизайне свыше 50 отраслей, и они как бы в основе-то у них, скажем, система, отчет профессиональный, универсальный во всех направлениях дизайна. Но есть частности уже, они связаны с технологиями, там уже идет специализация. То есть это не просто так. Так и вот уж где-где, именно в дизайне, дизайн дизайнеру рознь. Это просто люди, честно говоря, разных типов профессий. То есть внутри вот профессии дизайнера очень много разных отпетлений, да? Слово имеет английские корни, дизайн… А немецкие? Немецкие – это дизайн, это фонетика схожая, но это из области философии уже, да. Конкретно Хайдегер – это здесь и сейчас. Дизайн конкретно переводится на русский как глагольная форма – это замысливать, а существительное – это замысел. В базовой, вот называется у нас пропедевтика, да, ну, начальная, скажем, основа, она универсальная для всех направлений дизайна, там исключений нет. И способов, способов, примеров, системах организации, там вот все универсально. Но когда речь уже идет в сторону технологий, там уже начинаются сложности. То есть это получается так, что все-таки вот это направление, как вот, как уже сказали, направление «Техническая эстетика», да? Да, называлась ранее «Техническая эстетика». Само понятие дизайн появилось не так давно, в 2000 году. До этого это все называлось по-разному. Вот, художественное проектирование, художественное конструирование, техническая эстетика. Вот, и здесь мы должны полагать, что само искусство появилось с развитием новых индустриальных направлений, промышленности. Это то, что связано, скажем, с такой репликацией, да, то есть с диражированием. То есть сейчас дошло до компьютерного дизайна. Да. До цепрового дизайна. Да, совершенно верно. То, что можно потом умножить в большом объеме и как бы выводить на свет. Ну, это вот в этом плане, это не совсем искусство получается. Вот в России есть вот союз художников, союз театральных деятелей, а дизайнерские какое-то сообщество есть, да? Есть, и при том входит семь передовых творческих союзов, признанных Министерством культуры. Их представители, постоянные участники разных комиссий, комитетов, потому что они составляют профессиональное сообщество, да, экспертное сообщество. Это очень важно, потому что вот мы как бы сейчас на перепути, любой проект, он должен пройти экспертную оценку. То есть раньше, допустим, это все протекало по-иному, и в царское, и в советское время. Эксперты не нужны были. Были художественные советы разные, да, на разных уровнях, они решали актуальные творческие проблемы. Но речь в основном идет о массовом применении. Это пусть это полиграфии, архитектура ли, там, стейдж-дизайн, да, то есть это сценическое искусство. Есть сценограф, а есть отдельно сценография, да, а есть отдельно стейдж-дизайн. То есть то, что мы вот сидим, вот кресло, стол, вот стаканы, телефон, все это относится к дизайну. Весь предметный мир, да, это относится к дизайну, но я бы тут трактовал шире, потому что все очень сильно усложняется. Вот. Был такой Рэй Курцвейл, один из новаторов современной IT-сферы, и потом он, в общем, вундеркиндом был в свое время. Отец у него был известный дирижер в Нью-Йорке, в Курцвейл. И он, значит, 60 или 50 в каком-то году, он был совсем ребенок, он разрабатывает, значит, один из первых экземпляров, скажем, сейчас скажу, сформулирую, интеллектуального музыкального инструмента, который на выходе мог выдавать более-менее гармонически построенное музыкальное, значит, ну, сюжет, скажем, не произведение, то есть без участия человека. Это дизайн. Собственно, был некий замысел, который предшествовал появлению этого инструмента. Ну, понятно, что музыка – это такой вид искусства, где, в общем-то, беспорядка ничего не организуешь. Но есть отдельные виды искусства. Один из предков дизайна – это вот, скажем, живопись. Живопись. Да, там можешь баловаться сколько угодно, но можно и, скажем, в таком академическом формате исполнить, то есть в строгом построении всего. А можно идти путем такого разрушения формы, гиперболы, скажем, такой, потому что это визуальный искусство. А не наступит же тот момент, когда изобразительный искусство, живость, графика, сейчас уже говорят, компьютерная графика, а дизайн уже входит внутри компьютера, цифровых технологий. Не наступит же тот момент, когда дизайнер объемлет все и ни изобразительное искусство не станет, ни графики такой, да, даже ни скульптуры не станет. Увы, это такая действительно проблема. Сейчас нейросети и вообще появляются новые формы искусства, без участия человека вообще. То есть уже через дизайн мы приближаемся к искусственному интеллекту, да? То есть человек... Нет, дизайн это, скорее всего, формат предшествующих проектов. Вот. В практическом плане дизайном может заниматься любой, в принципе, человек интеллектуально, скажем, подготовленный, вот, может заняться, но мы же говорим о выходе на форму, то есть дизайн в определенной степени, как и театр, как и кино, это нарративное искусство. То есть замысел, собственно говоря, а потом это нужно перевести в текст. То есть то, что в голове другого человека происходит или творится, мы знать не можем. Когда он изложит это на нотный текст, или в книгу, или в чертежи... Все, что создано дизайнерам, этот мир им создан, да? Предметный мир, которому предшествует некая идея. Идея, которая призвана решать проблемы повседневности. Но это не только так. Например, в сфере, скажем, такого общественного театра были произведены революционные изменения в 20-е годы. Ну, после революции 17-го года, да? Когда массово толпой выходили на улицы. Ну, это надо было как-то сопровождать. Вот. Это прообраз современных всех вот этих шоу. Да. Вплоть до политических. Раньше обходились просто выступлениями. Там выходит человек некий, да? И толпа, и он там вещает о чем-то. Какие-то идеи. А сейчас нужно сопровождать... Да, это нужно сопровождать экранами, какими-то там флагами, всякой там атрибутикой. Вот. Казалось бы, бесполезный человек. Имеет определенные каналы восприятия, да? Этого мира. Зрительные. Ну, про вкусовые обоняния я говорить не буду. Ну, может, и до этого дойдут. Когда-нибудь слуховые, тактильные, вот, кинетические, кинестетики, да, движения. Ну, вот некоторые философы, даже научные ученые говорят о том, что человеческий мозг, как вот вы сказали, что дизайн это создает этот мир, этот предметный мир. Человеческий мозг, он отдельно мыслит так, что сигналы, которые идут от внешнего мира через вот пять наших чувств, они на самом деле недостаточны для того, чтобы создать этот мир такой, да? То есть, получается, что дизайнер, вот, как на этапе замысла, на этапе замысла создает вот стаканы, вот этот мир. И в результате мы тогда живем в мире иллюзий, да? Ну, вот есть такой персонаж, американский физиолог Роберт Сопольский. Так он вообще утверждает, что нету никакой воли. То есть, договорились до этого. То есть, человек это такая биологическая машина, которая живет своей собственной жизнью. Но тогда появляется другой, встречный вопрос. А как это все создается? Как люди между собой взаимодействуют и работают? То есть, на это вопроса нет. Ответа. То есть, ответа нет, да. И вопроса нету. Потому что, как это его сформулировать? То, что он говорит, и не только он, кстати, это еще с Декарта идет, да? Хотя он сказал, я мыслю, соответственно, существую, да? А тут получается, что мы не мыслим. Они нашим мозгом наперед, до того, как мы приняли решение, то есть, проявили волю, акт воли. То есть, уже все произошло. То есть, в мозгу все уже заранее... Да, сконструировано получается. Получается, нами руководит мозг, а не мы мыслим. Да, и мозг это просто вместилище. Так ведь? И человек, чтобы стать человеком, ему нужно пройти очень долгий жизненный путь. Сейчас же отодвигается, вот возрастная категория. Потому что обучение становится сложным. И человеческая способность, она не беспредельна. Она беспредельна одновременно. То есть, человека можно бесконечно обучать. Вот я беседую с вами, и у меня все время вертится такая мысль о том, что дизайн – это искусство, это технология, это замысел, это как бы связь с новыми технологиями, оно ведет как бы неукоснительно, простыми словами говоря, тащит нас к искусственному интеллекту. То есть, искусственный интеллект будет скоро создавать и дизайн делать там, и музыку создавать. То есть, не идет ли к этому? К этому идет. Мне кажется, что... Тогда что для человека остается-то? Смыслы. А, смыслы, да? Смыслы. Ну, во-первых, цифровые технологии – это все-таки математика, да, область. Но все создается в сокрестии, да. Где вот пути разных направлений встречаются, там что-то происходит. Потому что что-то носит смыслы. Да все носит смыслы. И математика в том числе, да. Вот. Это, допустим, вот... Ну, цифровые технологии – это двоичный код. Всего-то на всего. Раз-два. То есть, ноль-один. И все. А тут мы должны смотреть с позиции. Вот человек все равно остается. Вот как-то вот Пикассо говорил очень такую трагическую вещь высказанную, фразу. Художник умер. То есть, искусство умерло, а художник остался. То есть, вот примерно так же здесь. Цирк уехал, клоуны остались. То есть, мы должны смотреть с позиции расширения инструментальной базы существования. Именно инструментальной базы. То есть, все скоро будет сводиться к тому, что вот какой-нибудь парализованный человек будет управлять внешним миром, если у него мозг, что называется, в порядке. То есть, получается, что тогда получается, что все-таки все, что вот искусственный интеллект всегда не могут создавать смысла, да? Я думаю, что нет. Ну ладно. Тогда, разговаривая о дизайне, мы можем такие глубины, глубины сложности, начинать думать на эту тему, да? Поэтому хочу завершить вот эту тему по дизайну даже простым таким анекдотом. Ну, наверное, вы знаете этот анекдот, когда приходит дизайнер, приходит к какому-нибудь начальнику и говорит, начальник спрашивает у него, вы кто? Он говорит, я дизайнер. Он говорит, нет, я спрашиваю, какая у вас профессия? Думаю, что это у него фамилия. Но эти времена уже прошли, и наступили другие времена. Там был еще Кульман. Как? Кульман был там. А, вот это. Вот, и получается так, что все-таки вот в начале наши разговоры, эти дебри, эти глубины, сложности, наверное, наш телезритель до конца, может быть, и не осмыслить так. Хотя я уверен, что и молодые люди, и современный человек уже 21 века, он же мыслит этими категориями так. Ну, вот сейчас мы сидим в фойе Саха-театра. В фойе Саха-театра была создана группа дизайнеров под руководством Ариана Ермолаева. Вся идеология, как бы, смысл этого здания были сформулированы Арианом Ариановичем Ермолаевым. Так? Вот какие здесь смыслы заложены в этом здании? Ну, я работал под руководством Ольги Скориковой. А, то есть наоборот, что ли? Да. Ну, а почему-то для меня осталось... Ну, тут есть несколько таких важных узловых решений, где я принимал активное участие. И, коль вот уж про Саха-театр заходит речь, можно вспомнить много фамилий, но сегодня разговор-то о другом. Поэтому мы должны, как бы, не выходить из контекста. Ну, вот, допустим, что мы предполагаем? Потому что архитектура сценарна вообще. Начиная от входа. То есть нельзя через окно входить. То есть уже заложенный сценарий. Раздевалка. Можно, конечно, подняться и в шубе морковой сесть в зале, так сказать, привлекать. Кстати, я был в Канаде, был еще на заре молодости. И там... Не было. Вот меня до сих пор это удивляет. Почему-то они... Ну, положили и вошли в зрительный зал. Ну, да-да, дальше... Ну, это вот вешалки и прочее, это, конечно, чисто европейский феномен. Я же был в театре Кунсю в пекинской опере. Также в этом, в Кабуке. Это весьма специфические такие, очень для нашего ума непривычные пространственные организации. Ну, там тепло, видимо, да? Ну, там можно кушать, Анна Алексеевич. Хотя в Канаде же холодно. Там можно кушать и спать. Ага, да-да, во время спектакля. Да. А спектакль идет 12 часов, как минимум. А за 12 часов, конечно, можно и поспать. Ну, вот вошли мы в театр. Здесь оформление театра очень такое светлое такое, да. И вот я поднимаюсь на фойе второго этажа и вижу такое, как это назвать-то, вот это длинное, длинный такой... Флорентийская мозаика. Да, мозаика. И там что изображено-то? Ну, это фрагмент реки. Концентуально, да. Река Лена. Это конкретная вещь, которая имеет свою топографию. Если уж так вот внедриться глубоко, то уж дальше него есть Омогой. У Могоя был, значит, свой родитель тоже. Но там уже дальше уже все совсем темно мифологической системой. Культурное поле, которое началось, и вообще бытийный аспект этой среды, это связано только с именем Илья. Ну, потом были другие персонажи, конечно. Герои, скажем. То есть культурный... Это как бы... Он культурный герой. Почему путь-то? Потому что... Там же река. А почему путь? Ну, он приплыл на реке. По этой реке. То, что он приплыл, это и поэтому это... Как называется-то это? Естественно, для... Вот для меня Лена это путь Илья. Путь Илья. Да. Он пешком сюда не пришел, на лошади не прибыл. Он приплыл сюда. Ну, тогда я... Ну, сразу как бы логически выходит, что продолжение этого смысла, пути Илья, который стал культурным героем, прародителем, первый эсэх создал там. И получается, вот недавнее, к столетию республики, сделанное тоже вот твоей командой, командой мультимедийной экспозиции, путь Илья, тоже продолжение этого смысла, да? Ну, в определенной степени. Потому что я точно знаю, что искусственный интеллект пока до якутской мифологии еще не добрался. То есть это наш абсолютно аутентичный, смысловой формат матрицы. Ну, эсэх сейчас вот взять, отменить. Это категорически невозможно. Хотя был период, я вот вспоминаю эсэх победы, там выходит Алгасичет и поднимает кубок и обращается к лику Сталина. То есть это же абсолютное противоречие. Но в этом есть определенный смысл. То есть поднимает Чарон и славит Сталина. Да. Но тогда я так понимаю, что вот как называется по жанру этот флорентийская мозаика. Мозаика, да. Но само как бы протянутая на всю стену карта карта реки Лены сделана из чараита и еще других драгоценных камней. Ну, как называется в искусстве? Это флорентийская мозаика? Да, это флорентийская. По технике это. По технике. А по результату что? По нону, не по нону? От табагинского мысля до канголандского мысля. Ну, вот я думаю, что нашему телезрителю очень трудно понимать те смысл нашего разговора, поскольку не видит предмете, нет, предмете вот этой карты, которую сделала технике флорентийской мозаики. Но я надеюсь, что телезрители, кто был в Сахатеатре, то, наверное, вы заметили вот на стене перед ходом зрительный зал, там на всю стену протянута такая длинная такая карта, вот как раз композиция такая. Но, тем не менее, тогда Путя Лея переформатизируется в музее «Россия. Моя история» уже в другой вид искусства, так? Это совсем другой вид искусства. Вообще, вот если про искусство говорить, каждое искусство имеет свой жизненный цикл. Ну, искусство, наверное, не совсем умирает, но в то же время куда-то деется, исчезает. Но художник остается, дизайнер остается, значит, тогда еще есть надежда, что искусство продлится. Художник остается, а под художником мы должны, конечно, очень широко понимать. Не тот, который малюет только картины, да, вот. Обычно в нашем представлении художник это вот такой в берете там, с палитрой, типа художник. это один из таких, скажем, обусловленных стереотипов. Но мы должны ведь, мы же не о стереотипах говорим, а о таких вещах, где этот художник появляется. То есть, в частности, каждый человек в своей собственной форме сознания, он художник. но художник, это порой вот мои работы людей раздражает, потому что им кажется, что это не так. Ну, вот, например, буквально далеко не уходя, здесь стоит памятник Платону Аюнскому, и вот Ариан Ермолаев сделал такое ворота, или как назвать это? Ну, композицию. арку такую, да, из железа, из... Ну, это не совсем памятник, это мемориал, на самом деле. Платону Аюнскому. Да, мемориал Платону Аюнскому. Ну, памятник, это вот когда бронзы, ну, в таком академическом смысле я имею в виду. Один из авторов, он настоял на постаменте, хотя он должен был просто ровно идти по земле. Он среди нас. Это Захаров, да? Да, да. Он настоял на постаменте. А он должен был как бы в ровне. Да, среди нас. Среди нас. Ну, как бы... Памятник. Да, да, да. Он должен был быть как в Гулливер по моему замыслу. Потому что я же руководитель авторской группы. Ну, и там конъюнктура, конечно, сработала. Как это вот должен на земле стоять? что ли? Памятник должен быть наверху? Да, памятник должен быть наверху. А не учитывая композицию? Нет. Ну, это вот, видите, стереотипы, они очень сильно влияют на развитие искусства. И не только искусство науки, а особенно истории. Вот из-за огромного количества путаницы Иван Грозный получается сына убийцы, например. Но это ведь не так. Нет исторически подтвержденных фактов. Английский некий посол там у себя там где-то записал. Это является якобы источником. Но это не серьезный источник. Ну, вот возвращаясь к памятнику, да, вот памятники я вот часто замечаю, как стоят старшее поколение, там, видимо, с внуками, с детьми, там, да, и они что-то долго смотрят. Вот на что смотрят-то на ворота эти, на арку, арку. Там у них, скажем так, фрагменты текста Аюнского. Но это же не только его текст, он же соавтор длинного процесса в череде аланхасутых. Он один из. То есть многие там обороты речевые и прочее придуманы не только им. он оформил... А текст это откуда? С Нюргумбатора. Солонхо Нюргумбатора Платона Юнского. Да. То есть этот текст, он как бы насквозь, в железе. Там я максимально, не максимально, я сохранил уникальную лексику в первом издании Нюргумбатора. поэтому там допустим Гнан пишется через Г где-то, где-то через К, где-то он пишет Алдукмас, Алдукмас. По-разному. По-разному, да? Да. А где-то есть такой как бы артефакт, памятник какой-то, на котором вот текст текст вот так уж ну я помню Я честно говоря таких особо не помню. древние сохранившиеся их называют памятниками. Это на самом деле каменные напоминания тексты о чем-то. Это же короткие тексты. Там не было тогда понятия памятник. Но там императоры там значит какой-то там допустим да там Мин там он там пишет свои какие-то но это еще с Осирии началось глиняных тех этих табличках там вот свои скажем достижения описывал один из правителей. Ну там как я помню там 33 Алгыса да? Нет это нет там не все алгысы там есть алгысы я делал подборку вот и там есть основные как бы вехи такие рождение ребенка свадьба вот значит взросление богатыря вот ну и так далее и то есть это как бы такой вот памятник прежде всего слову получается там там написано вот это вот собственно говоря памятник гению Аюнского то есть получается не персонажу Аюнскому памятник его тексту то есть Аланфор гению Аюнского дети читают пытаются читать то есть это важнее может быть чем сам памятник самый как бы ну этот памятник который стоит конечно то есть работает изначально я вообще задумывал просто эту арку поставить и все потому что в данном случае он как канавязь получается арка символ женского начала абсолютно рождение такое рождение перерождение вот это у многих народов есть ну это вход в иное пространство или выход в другом пространстве или выход с другого пространства или начало чего-то новой жизни такое портал Аюнский входит вот я по-моему кто-то писал какую-то статью по этому поводу памяти и говорили о том что Аюнский входит 21 век да да и в 22 войдет да то есть каждый раз он входит нужно понимать как какие-то частоты волны да Потому что речь, якутская речь, она уникальная в своей природе. В 90-х годах, когда создавался Арктический институт культуры и искусств, вот ты стал руководителем и создал внутри этого института кафедру по дизайну. А я же помню, как мы убеждали все министерство и руководители о том, что необходима такая кафедра. И никто не понимал, зачем это надо. В Дальнем Востоке это единственная кафедра по дизайну. И художественное училище наше в данном контексте, которое готовит уже дизайнеров, вот в таком виде это единственное художественное училище. Арктический наш институт, кафедра сейчас работает. Вот художественное училище или колледж? Колледж. Художественное колледж, где ты руководишь, как называется, кафедра? Нет, там отделение. Нет, я отделение мне руковожу, я художественный руководитель. Художественный руководитель, так. И они могут поступить туда, вот, и отдельно, вот, отдельный институт есть, который занимается, да, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, наверное. Да, везде много. В Красноярске вот ближайший, один из лучших. Новосибирский. Кто был в институте, и студенты-то знают, и гости наши, они видят, вот, твою инсталляцию, которая изображает Арктику. Да. Так? А почему птицы? Летают над этой инсталляцией птицы. Такая наклонённый круг Арктика, такая карта Арктики. Ну, пытливому взору может открыться всё. Вот, вот, карта эта, ну, правда, они по-своему переделали, у автора не спросили. Это неправильно. Нет, ну, они перекрасили, это неправильно. Это первый момент. Второй, значит, карту очень долго я располагал в этом пространстве, чтобы определённая ось пришла, значит, на верхушку дельты реки. Так. Эта дельта является национальным заповедником, куда слетаются мириады птиц, там они гнездятся летом, выводят потомство и улетают обратно. Я хотел бы, вот, Ариан Арианович, вот тебя пригласить на разговор уже ещё более масштабный. Глава республики дал поручение о том, что мы создали новую программу, основываясь на указе президента России Путина. Основа, да, основа, основа традиционных культурных ценностей. Традиционную культуру. Вот я приглашаю тебя на эту работу, я думаю, что и тебе интересно будет. Ну и назад открываются новые горизонты культуры, где нужны такие люди, как ты. Желаю всех творческих озарений, следующих. Ну и спасибо, что пришли на этот разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok